Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона. Как всегда, ваш покожий слугам Амору и эта великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю об этом говорить, и всегда об этом говорю, какие-то изменения колоссальные произошли. Для начала я начал здесь застройку будущего пространства, где мы будем размещать следующие типа колбочек. Я уже примерно знаю, что нас ждет, поэтому готовлюсь к чему-то большему. И вот в такие вот маленькие пространства мне не очень нравится влазить, поэтому эти ячейки были расширены буквально на один вход для поездов. И надеюсь, такого пространства мне хватит. Также на орбите я наконец-то организовал производство зеленых электродвигателей. Для этого мне потребовалось здесь сделать две станции. Первая с обычными синими двигателями, а вторая с обычными электросхемами. Как всегда, все ресурсы я доставляю сюда с помощью доставочных пушек и здесь уже организовываю. Ну и также здесь организовываются такие две небольшие системки по переплавке всей руды, которая складируется вот здесь вот с помощью мусора. То есть здесь у меня пережаривается медь, а здесь впоследствии будет пережариваться железо. Пока что вся эта система без использования перофлюкса и без дополнительных увеличений руды. У меня, к сожалению, пока что нет четких ответов, почему именно это так. Возможно, потом в будущем я обязательно займусь тем, что буду всю руду, которая здесь складируется, обязательно переумножать. Ну а в этой же серии у меня были грандиозные планы. Как минимум, хотя бы потому, что я здесь наконец-то для себя открыл термоядерные реакторы. Это ура, я могу сказать. У меня очень с ними положительное отношение. По-моему, на этих термоядерных реакторах я и прошел сборочку Кроссторио-2. И я думаю, они будут незаменимы. Они производят гораздо большее количество тепла, благодаря чему мы можем гораздо более эффективно использовать энергию. Но взамен и требуют не просто топливные элементы. Я уже тут начал производить некоторые расчеты и хочу посмотреть, что нам, в принципе, нужно для производства этого топлива. Самое сложное, как я здесь погляжу, это тяжелая вода, которая создается в заводах электролиза. Их нужно какое-то очень большое количество, но я думаю, с этим мы как-нибудь досправимся. Ну а для начала я хотел бы вот здесь вот, где у меня производится 235-й уран, организовать системку, где все использованные топливные элементы я мог бы перерабатывать обратно. Вот этот самый рецепт, который я хотел бы здесь организовать. То есть, по сути, мне нужны лишь центрифуги, отработанные урановые топливные элементы, и в итоге я буду получать 3T. Как раз 3T мне понадобится для создания дейтерево-третевых топливных элементов. В принципе, он и будет одним из основных этих элементов. И если я могу здесь его получать при обработке, тем более, что обрабатывать их все равно нужно, то почему бы, собственно, и нет. У меня, в принципе, не такое большое количество этих элементов, чтобы прям большую такую систему размещать. Поэтому, я думаю, такого количества центрифуг мне здесь, в принципе, да и хватит. Останется лишь только это все доорганизовать. В принципе, вот так вот выглядит вся эта система. Здесь уже топливные элементы пошли. Останется здесь разместить рецепт для создания. Получается то, что все ненужное в виде камня у нас утилизируется через отсыпку в свалках. Ну а 3T собирается, а также уран, получаемый побочной продукцией, тоже собирается. То есть, я могу сюда вот загрузить уже рецепт потихонечку. И вот эти топливные элементы начинают перерабатываться. Пока дроны сюда все подносят, не будем им мешать. И сами пойдем создавать все остальное. Ну, допустим, давайте попробуем тяжелую воду на этой же ячейке создавать, где будут производиться, диетировая третьи топливные элементы. И сюда, получается, доставлять останется только редкие металлы вместе с литием. Ну а 235-й уран, пожалуй, буду сюда доставлять дронами. Если вдруг что, то придется, конечно, поезда с ним пускать. Но, надеюсь, до этого дела не дойдет. Но 230 этих заводов я здесь разместил. В принципе, можно бы еще. Но пока я не знаю, сколько здесь производства это все займет пространство. Если что, потом вдруг не будет хватать этого всего производства. Я могу это все всегда ускорить с ускорителями. И думаю, проблем с этим не возникнет. Я погляжу, мне очень сильно не хватает заводов электролиза. Но там я уверен, что производство у меня есть. И потихонечку это все пространство должно нормализоваться. Центрифуги поставились. Уран потихонечку начал сюда поставляться с помощью дрончиков. А быстрые конвейера доставляют все остальные ресурсы. Вроде как я посмотрел, ну плюс-минус его хватает. Я надеюсь, ничего дополнительного делать мне не придется. И вот уже за пару минут так много здесь третий. Это очень хорошие результаты. Также я сюда начал поставлять конструкцию малой плотности. Благодаря чему у меня получилось здесь организовать небольшое производство сборочных автоматов. Как раз топливных элементов. И здесь я их тоже буду складировать, как сразу, как только производство достроится. И таким образом у нас уже все готово для того, чтобы создавать, детерировать третий топливные элементы. И вот здесь вот у меня есть прекрасная для этого возможность. Ну а вот и схема полностью готова с производством топлива. Сейчас я, получается, вот эту систему запускаю. И потихонечку это все начало производиться. Меня до сих пор напрягает тот момент, что очень мало тяжелой воды получается в итоге. Я разместил достаточное количество химических заводов. Но вот заводов электролиза здесь размещено недостаточное количество для этого всего безобразия. Я надеюсь, до размещения вот этих всех заводов ситуация должна поправиться. Ну а мы, так не затеяли, получаем термоядерное топливо. Это офигенно. И сейчас я хочу, конечно же, его побыстрее разместить. Прям не терпится это сделать. Как раз у нас здесь есть прекрасная возможность для этого. Сейчас будем пытаться это все разместить, конечно же. И начну, пожалуй, я всю систему с одного термоядерного реактора. Получается, сюда должна подходить вода. Сейчас это мы обеспечим. А выходить отсюда должен будет пар. И, конечно же, конечно же, нужно не забыть о том, что сюда будет обязательно в порядке подаваться топливо. Я планирую так, что у меня здесь будет два этих реактора. Так что сразу на будущее размещаю здесь всю эту систему под это. Это топливо производится гораздо, гораздо дешевле, чем урановое топливо. Так что я надеюсь, сейчас с этим особых проблем-то и не будет никаких. И теперь мне нужно разместить, во-первых, буферизацию всего пара, который будет производиться. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. Ну и, соответственно, сейчас нужно разместить эти паровые турбины, которые и будут вращаться благодаря пару. И производить так нужно мне сейчас электроэнергию. Сейчас, надеюсь, поскорее дрончики это все сюда безобразие принесут. Эта схема, конечно же, меня может не устроить и я ее буду в дальнейшем видоизменять. И видоизменять, скорее всего, я ее буду под вот эти вот конденсационные турбины. Они, как я вижу, при потреблении пара вырабатывают электроэнергию, а после чего возвращают в воду. Таким образом, я смогу размещать эти термоядерные реакторы, допустим, на той же самой орбите или еще лучше, на тех планетах, где нет воды. И в таком случае мне не придется строить гигантское нагромождение солнечных панелей. И вот эта система с ее количеством необходимых компонентов гораздо, по-моему, выглядит эстетично и лучше. Сейчас нужно посмотреть, как, в принципе, вот эта вся система работает. И уже дальше я буду думать над системой конденсации. Вот, в принципе, вся система и поставлена. Я могу ошибаться с количеством турбин, но, надеюсь, сейчас все будет с этим нормально. Если зайти в интерфейс термоядерного реактора, можно посмотреть то, что здесь всего лишь вода. И он работает-то, по сути, своей, как обычный производственный цех. Мы получаем пар и получаем вот этот пустой элемент. Вот эту штуку я подключаю сюда. И, по идее, вода начала заполняться. К сожалению, никак напор воды я здесь ускорить не смогу, да? Даже если размещу вот так вот побольше себе вот этих систем. К сожалению, да. А если сейчас, погоди, немножечко по-другому. Вот, уже дело получше пошло. Воды теперь складируются здесь гораздо-гораздо больше. Пар потихонечку тут начал складироваться. И я вижу то, что паровые турбины не запускаются. А все почему? Потому что пара здесь достаточно маленькое количество. Из-за, в принципе, того, что нагрузки-то, по сути, сейчас и нет. Нагрузки нет, но она появится рано или поздно. И для начала, для того, чтобы она появилась, я хочу вот эту всю систему отключить. Я, конечно, все понимаю. Она замечательная и все дела. Но с недавних пор у нас есть теперь термоядерный реактор. И зачем нам в таком случае вот эта вся система, пока что я не понимаю. Она сама себя может обеспечивать электроэнергией. Ей, в принципе, вся наша база не нужна. И сейчас, с наступлением ночи, по идее, должно вырасти энергопотребление наше. И паровые турбины должны запуститься. Я вижу то, что они запускаются. Собственно, вот дело-то все и пошло. Как только отрубились солнечные панели. Мы почти отрубились. В общем, их стало производства не хватать, как я погляжу. Из-за того, что темнеет. И потихонечку эти паровые турбины начали вырабатывать так необходимую электроэнергию. Сейчас, по сути, я хочу лишь выяснить одно, будет ли мне хватать производства пара этого термоядерного реактора, для того, чтобы поддерживать стабильную работу всех этих паровых турбин. Ага, у меня пар успевает копиться. Так, это мне, безусловно, нравится. Может быть, еще нужно парочку турбин разместить, раз такие дела пошли. Получается то, что вот такое маленькое количество турбин, очень дешевое топливо с термоядерным реактором способен нас обеспечивать одним гигаваттом. У нас вся база живет на 4 гигаваттах, то есть 5 вот таких вот термоядерных реакторов с очень дешевым топливом способны обеспечить топливом всю нашу базу вообще без каких-либо вопросов. Возможно, на какой-нибудь отдельной планете 10 турбин здесь и возможно. Но у меня здесь большую часть времени эти турбины простаивают. Так что я думаю, что могу я здесь себе их и большее количество разместить. Тем учетом, что пока они простаивают, здесь пар копится, и в случае чего мы его используем. Как я погляжу, у нас очень сейчас, да, дела обстоят плохо с электроэнергией, так что в срочном порядке я вынужден буду подрубить вот эту всю систему к электросети, и чтобы началась выработка пара благодаря вот этим вот двигателям. Все дело пошло, и заряд аккумуляторов потихонечку пошел вверх. Это мне, конечно же, безусловно нравится. За кадром я, конечно же, еще немножечко потестирую всю эту систему, как она будет работать, на ее стабильность, сколько именно продвинутых паровых турбин здесь, конечно же, нужно разместить, тоже нужно будет мне подумать, и, конечно же, за кадром я попытаюсь придумать схему размещения этого термоядерного реактора при помощи конденсационных паровых турбин. Сначала я попробую реализовать эту схему здесь вот, на Ивисе, ну а дальше, может быть, если даже и получится, размещу ее, допустим, где-нибудь на орбите. И мне нужна была такая разрядочная серия, достаточно легкая для меня в плане исполнения, чтобы хоть как-то отдохнуть от вот этого звездеца, который здесь творится. Ну, в любом случае, на таком прекрасном моменте мы будем с вами потихонечку заканчивать, и уже в следующей серии постепенно перейдем к тому, что дальше будем продолжать развиваться в плане научных и исследовательских технологий. Ну а пока, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели, у микрофона было, как всегда, ваш покористый слуга Мамору, еще услышимся! Продолжение следует...